Знаешь, какая штука самая огромная и брутальная? Конечно, корабль! Мидвы носом вверх с Эйфелеву башню! Богатырей у дядьки Черномора меньше, чем стволов на Авроре! На крейсере Москва можно уместить 1500 своих друзей и даже тещу! При этом ни разу не встретишь ее за целый год! Ты представляешь, какая мощь тебя ждет? А по ссылке в описании, новичков ждет премиальный крейсер Албании и 2 миллиона серебра! Как гласит всеми известная пословица, куй железа пока горячо! Поэтому в сегодняшнем ролике я в последний раз хотел бы затронуть тему разбора чего-то, что связано с грядущим Fallout 76! Прямо сейчас, обсудив все оружие, что было продемонстрировано нам на недавно прошедшем Е3! Устраивайся поудобнее и приготовься внимать! Я приступаю! Самое первое оружие, что было показано, как ни странно, еще в первом трейлере, это пятизубчатый топор! В самом первом кадре нам демонстрируют его на спине у одного из игроков! Из-за хорошо освещенной местности появляется возможность максимально детально рассмотреть его внешний вид! И уже после понять, это вовсе не какой-то особенный вариант холодного оружия, а лишь модификация! Почему? Внимательно присмотритесь! На нем находится насадка, которая, судя по всему, была прикручена к изначальному лезвию самого топора! К тому же, само оружие не выглядит чрезмерно необычно, имея дефолтный скин пожарного топора, что еще раз указывает на тот факт, что это лишь модифицированный вариант! Сразу после пожарного топора, Бефезда демонстрирует нам новый пулемет, который, опять же, представлен в нескольких кадрах! Вначале он находится на фоне небольшой растительности, хорошо освещенный солнечными лучами! Именно в этом кадре наиболее ярко продемонстрирован доминирующий черный тон этого оружия! После, уже в следующем кадре, нам демонстрируют и сам геймплей с этим малышом! Как становится понятно по первым секундам ведения огня, патронов эта машина геноцида всего живого вовсе не жалеет! Разлетаются они с молниеносной скоростью и, что вполне закономерно, в совершенно разные стороны! Очень скорострельный, но крайне неточный вариант вооружения! Отлично подойдет для ведения огня на ближне-средних дистанциях! Во все той же сцене нам также показывают еще один вариант нового оружия! Пиратский пороховой пистолет! Который, судя по демонстрации выстрела, является крайне мощным вариантом вооружения, способный аннигилировать все живое на максимально приближенной дистанции! Выстрелы из его дула, судя по кадрам, производятся в одиночном порядке! Для перезарядки игроку приходится высыпать порох в само дуло! Крайне интересный вариант оружия! Быстрее бы с ним побегать! Последним, наиболее явно показанным оружием выступает эта винтовка! Судя по скорострельности, это что-то приближенное к гладкоствольным вариантам вооружения Fallout 4! Ничего примечательного! Проходной вариант! Помимо того, что было показано, также имеется и пара кадров с интересными видами оружия, но без точной демонстрации! Это вот этот момент с четырьмя игроками в силовой броне! У двух из них имеются необычные пушки! Первый стоит с чем-то приближенно похожим на хламотрон из Fallout 4, но выглядящим куда более привлекательно и модернизированно! Второй держит в руках оружие с продолговатым стволом, отдаленно напоминающее тяжелый крупнокалиберный противотанковый пулемет! Также, помимо новых вариантов, нам были продемонстрированы и старые виды вооружения, среди которых лазерная винтовка и карабин Гаусса! А на этом, пожалуй, все! С Fallout 76 пока покончено! Не забывайте ставить ядер лайки и оставлять ваши квантовые комментарии под этим видео! Всем удачи и пока!